Сегодня на паке по ядерной физике сотрудники лаборатории теоретической физики представили проекты по ядерной теории. Было представлено 4 проекта, которые посвящены исследованию структуры ядра, теории ядерной динамики, теории малонуклонных систем и релятивистской ядерной динамики. В ближайших планах у нас разделить нашу научную деятельность на несколько проектов, на несколько тем, и каждый из них на несколько проектов. Самый важный, наверное, из них, это будет все-таки попытка синтезировать 119 и 120 элемент. Эта задача очень трудная по многим причинам. Ускаляются необычные частицы, это титаны, хромы. Используются очень экзотические, прямо скажем, мишени. Проект, который называется «Сверхтяжелые ядра и атомы». Это проект на 5 лет, это самое большое направление деятельности нашей лаборатории. Выполняться оно будет в основном на фабрике сверхтяжелых элементов. Ну, самые такие значимые направления исследования, это, конечно, синтез новых элементов, которым мы надеемся все-таки за вот эти 5 лет подойти и, конечно, надеемся на положительный результат. Было представлено два проекта. Значит, первый проект касается ускорительного комплекса с модернизированным ускорителем ГУ-400Р и создание нового экспериментального зала для этого ускорителя, также создание новых установок. И, значит, второй проект, он посвящен развитию экспериментальной базы фабрики сверхтяжелых элементов. Фабрика начала работать в 2020 году, мы вышли примерно на 6000 часов, это такой практически предельный режим работы. Работает очень стабильно, то есть результаты, собственно говоря, сами за себя, да, мы по эффективности проводимых экспериментов превзошли мировые возможности, наши возможности, которые были на ускорителе ГУ-400, более чем 10 раз. Это и новые изотопы, уже их 6 штук получено, да, и кратное превосходство по количеству получаемых атомов. Просто это открывает очень такие широкие перспективы для будущих исследований. И для настоящих исследований уже просто из первых экспериментов мы получаем новые результаты, те, которые, ну, было либо сложно, либо, в общем-то, невозможно получить ранее. Есть, мы собираемся исследовать другие очень интересные способы для того, чтобы подобраться к неизвестным, неисследуемым властям карты изотопов, получить новые изотопы. Вот, для этого нам нужно, во-первых, модернизировать циклотрон, 11 циклотронов, это У-400. А во-вторых, построить новое здание, это гигантское, это большое очень здание. Это большое здание, которое уже начало строиться, и будет строиться, это будет продолжаться 3 года, поставить туда новые установки, ну, и начинать там новую жизнь. Ну, в общем, это ответственно, это тяжело. Я надеюсь, что у нас все получится. Продолжение следует...